Дом на Веденеево 13 гостиничного типа. У собственников здесь не комнаты, как в общежитии, а мини-квартирки. В каждой из них свой унитаз и своя раковина. Кто-то умудряется даже встроить ванну или душевую кабину. Жители таких благоустроенных помещений, как правило, ставят на воду счетчики. Установила для того, чтобы по экономии вода была. Экономия чувствуется, потому что со счетчиком удобнее. У меня получается два горячих и три холодных. Те, у кого нет в квартире ванны, пользуются общей душевой. Она одна на весь дом с мужским и женским отделением. Также в доме есть прачечная. Все места общего пользования оборудованы приборами учета воды. Как ведется расчет водопотребления здесь? При входе в душевую стоит видеокамера. Изображение попадает на экран консьержа, которая отслеживает посещение буквально по минутам. Человек ушел в душ, в 9.08 зашел, вышел в 9.25. Я все записываю, ключи у меня здесь, ключи у меня здесь у нас постоянно находятся. Чем чаще человек ходит, тем больше он платит за воду. Некоторые вообще по 10 раз ходят, некоторые 5 раз, некоторые 2 раза. Каждый по-разному. В конце каждого месяца бухгалтер подсчитывает количество потребленной воды, снимает показания с приборов учета и сопоставляет их с количеством посещений каждого конкретного собственника. Я сажусь, по журналу всех считаю, каждую комнату, сколько раз она сходила, 10, 20, 2, 1, некоторые 50 раз, если семья. Вот, и мы считаем это количество. Потом снимаем показания общие в душевых, женский, мужской, складываем холодную, горячую, делим на количество посещений, у нас выходят цифры. И мы по количеству посещений насчитываем холодную, насчитываем горячую. Никто, все нормально. В прачечный учет расхода воды ведется иначе. Житель заходит, консерв снимает показания до пользования и после. Истраченные литры и приписывают этому жителям. Я считаю, конечно, это же очень удобно. Раньше же было как? Все делили на всех, все и все платили. Так же неудобно. Систему учета потребления воды в доме налаживали два года. Поначалу было много неразберихи, недовольств, разногласий, возмущений. Как платить, как отчитываться? Но когда механизм запустили, когда разработали свои бланки отчетности, собственники увидели в этом только плюсы. Теперь каждый знает, за что платит, а пресловутые общедомовые нужды сведены к нам.